Добрый день, добрый вечер. То, что не договорил Рома, это Московский физико-технический институт в лаборатории компьютерного дизайна материалов. Я занимаюсь кристаллографией, это значит, что я постоянно в своей работе сталкиваюсь с уравнениями квантовой механики. Вот однажды я серфил интернет и столкнулся с вот этим. Квантовая механика допускает, что каждая атомная частица наделена сознанием и фактически является живым существом. Ну, можно представить мою реакцию на то, что я прочитал. И потом я погуглил еще эту мысль, я нашел огромное количество разных сайтов, где эта мысль перетекает в различных формах. Но так я закончил МФТИ, это значит, что в моей жизни были все оттенки зеленого. И вот ни в одной из этих книг я не видел ничего похожего на то, что квантовая частица обыдает разумом. И я задумался, но не могут же автора этих сайтов ошибаться. Значит, где-то здесь есть вся необходимая информация, просто либо ее неправильно проинтерпретировали, либо ученые скрывают. И вот я попытался разобраться с этим. Я действительно нашел ряд экспериментов, которые можно интерпретировать не так, как их интерпретирует классическая квантовая механика. Давайте я с помощью этих экспериментов покажу, что электроны обладают разумом, и то, что эти свойства можно использовать в кристаллах для лечения людей. Такое сравнение. Бактерии — живые организмы. Если мы поместим какой-то кусочек сахара, то, чем они питаются, они все будут к этому сахару тянуться. Если мы поместим некую опасность, например, ликоцит или антибиотик, они все будут оттуда убегать от этой опасности. То есть сахар — это плюс, это хорошо, это позитив, а опасность — это минус, это отрицательно, это плохо. Давайте теперь подумаем, что делает электрон. Если мы поместим электрон между двумя выборами, между положительным плюсовым зарядом и отрицательным целым зарядом, что сделает электрон? Понятно, электрон не дурак. Он знает, что такое хорошо, что такое плохо. Он отправится к позитивному заряду. Правило Хунда. Правило квантовой механики, которое объясняет заполнение энергетических уровней атомов. У электронов есть спины. Это магнитный момент частицы. Он может направлено быть вверх, а может направлено вниз. И вот когда электроны добавляются на новые атомные уровни, они всегда заполняют свободный уровень. И только когда уровни уже заполнены, они начинают садиться туда, где уже был до этого электрон. Где мы можем видеть похожее поведение людей? Ну, в любом автобусе или в любой электричке. Люди всегда садятся на свободное сидение. Всегда садятся на свободное сидение. Если сидение уже все заняты, они садятся к соседу. Ну, кроме того случая, когда люди знакомы. Это называется куперовские пары в физике. То есть тогда они садятся в одном энергетический уровень. На электронах также действует ряд законов, вроде принципа запрета Паули. Он говорит, что две частицы с одинаковыми спинами, вверх или вниз, не могут находиться на одном энергетическом уровне. И вот часть частиц этому принципу соответствует. Их называют фермионами. Другие не соответствуют, не подчиняются. Это бозоны. То есть можно сказать, что есть у электронов два пола. И, в принципе, можно даже это довольно легко объяснить. То есть бозоны могут находиться в одном квантовом состоянии, а фермионы, они как бы не очень могут. Очень важная вещь в квантовой механике — парадокс наблюдателя. Что он значит? Если мы будем отправлять электроны на экран с двумя щелями, то мы никогда не узнаем, через какую именно щель прошел электрон. Потом он проходит одновременно через обе щели, потом превращается в волну, и мы видим на экране, то есть мы можем наблюдать результат на экране, мы видим чередование белых и световых полос, и темных полос. В белые полосы пришли электроны, а в темные не пришли. Что будет, если мы добавим наблюдателя? Мгновенно ситуация поменяется. Теперь электроны действуют как частицы, и мы знаем, через какую область он прошел. То есть электроны знают, когда за ними наблюдают. Вы можете вспомнить какой-то опыт из своей жизни. Например, когда человек находится один дома, он может делать абсолютно все, что хочет. То есть он может и голым ходить. Но когда есть какие-то другие люди, есть, например, особенно это гости, то уже варианты поведения значительно ограничены. Но это, кстати, еще называется клапсом волновой функции. Просто такая образовательная часть из моего доклада. Обладают ли квантовые частицы моралью, духовностью? Я попытался применить к ним известный эксперимент, известный моральный эксперимент. Ну вот, например, у нас есть трамвайчик, который движется по колее, и он собьет пять человек. Но если вы поменяете его путь, он собьет всего лишь одного человека. Давайте заменим трамвайчик на квантовый трамвайчик. Теперь у нас есть два пути. Вы можете поменять их в одну сторону, либо в другую сторону. Тогда он собьет человечка А или человечка Б. А можете закрыть глаза и вообще ничего не делать. В таком случае трамвайчики проинтерферируют и попадут в те самые светлые области между людьми. То есть частицы гуманные, частицы высокодуховные. Давайте посмотрим, как электроны себя ведут в различных материалах. Обычный проводник, например, медь или серебро, из которых провода состоят. При обычных температурах электроны очень часто сталкиваются с атомами этого проводника. Температура повышается, поэтому, например, наши смартфоны греются, греются различные провода. И все это очень похоже на такую горячую, знойную вечеринку. Вот вы попробуете пройти из точки А в точку Б на танцеполе, чтобы не столкнуться с каким-то другим человеком. А что если понизить температуру? Понизить температуру этого веселья? Получится сверхпроводник. Он возникает при низких температурах. Теперь электроны кооперируются в пары. Это называется куперовские пары. Если человеку найти свою ту самую единственную или единственного очень сложно, то электрон однозначно находит свою пару, как бы далеко она ни находилась. Это вальс или танцы, где каждый человек знает свое место, и он аккуратно танцует, обходя элегантно все препятствия. Давайте теперь посмотрим коллективное поведение атома. Лазерное излучение. Как устроен примитивный лазер? Есть лазерная накачка. То есть мы повышаем энергию квантовых частиц, они поднимаются на более высокий энергетический уровень, а потом нужно дать сигнал, по которому они все одновременно спрыгнут с этого уровня и произойдет квантовое излучение. Причем этих частиц может быть огромное количество, триллиардов, триллиардов. Но даже несколько человек организовать, чтобы они сделали что-то одновременно, довольно сложно. А с квантовыми частицами это можно сделать. Теперь переходим к кристаллам. Вот это атом кремния. Вот на него можно посмотреть с разных сторон. Вид сверху, вид сбоку. Добавим к нему еще несколько атомов. Они заняли четко свои места. Добавим еще атомы, еще. И у нас получится модель кристалла кремния. Вот с такими моделями я работаю в своей научной деятельности. Что сделать, если кристалл распилить, как перед бюджетом? У него получится поверхность. Вот такая вот поверхность. Мы его распилили, получилась поверхность. У электронов разорванные связи. Электронам не очень комфортно тем, которые находятся на поверхности. Они пытаются свою душевную пустоту как-то заполнить. И они начинают менять свое положение, чтобы вокруг них оказалось больше других атомов. Этот процесс называется реконструкцией. И вот после реконструкции эта поверхность будет выглядеть так. Ну согласитесь, это очень красиво. То есть если бы реконструировать наши города позволяли бы атомам кремния, я думаю, мы бы жили бы в гораздо более прекрасном мире. Что касается электрона. На самом деле, я говорил электрон-частица. Электрон — это такая вот облачка, как комета, за которой движется огромный-огромный хвост. За электрон движется вот этот вот такой хвост электромагнитного излучения. То есть электроны могут взаимодействовать между собой на огромном расстоянии. Вот так выглядит примерно электронная структура кристалла. Электроны, как видите, они друг с другом взаимодействуют, они как бы общаются, и им вместе хорошо. Когда мы подносим что-то к этому кристаллу, то оно подпадает под поле кристалла и тоже структурируется так, чтобы было хорошо. Теория, природа, она хочет чего-то гармоничного и красивого. Кстати, наши молекулы ДНК тоже можно кристаллизовать, они тоже имеют кристаллическую структуру. Поэтому при взаимодействии с живым кристаллы улучшают свойства этого живого, можно сказать, лечат. Давайте рассмотрим биоэнергетическое поле человека. Это не просто поле человека, это поле моё. В общем, я когда-то и померил. Вот здесь, на самом деле, это, конечно, просто электрическое поле, которое излучает человек. И здесь есть несколько проблемных зон, вот они обозначены разными цветами. И непосвященные в квантовую механику люди называют это чакрами. Ну, конечно же, это просто зона возмещения электромагнитного поля, где атомы сошли со своих орбит, где электроны сошли со своих орбит, и там просто произошло некое возмещение. Давайте подумаем, где люди неосознанно обычно носят кристаллы или какие-то драгоценности. Они носят их на голове, там, где есть проблемные зоны. Они носят их на груди, тоже есть проблемная зона. И вот есть ещё одна проблемная зона, скажем так, в паховой области. В общем, там, где особо не носят никаких кристаллов, но это тоже есть выход. Есть такой камень турмалин. И вот из него делают турмалиновые трусы, толчат этот кристалл. И получаются такие трусы, которые улучшают кровообращение. Они даже говорят, что помогают от бесплодия. То есть они, в принципе, очень полезны. Даже показаны стрелочками, пунктиром, как это всё работает, как циркулируют эти поля. Давайте подумаем, возможно ли как-то это нашло отражение в культуре. Вот это изображение из древней китайской фармакопеи. То есть это свод китайских правил о том, как нужно лечиться. Сверху над человечком изображён кристалл. Считается, что это одно из самых старых изображений кристаллов. Чудодейственные иконы. Часто говорят лечащие иконы. То есть на самом деле, конечно же, у иконы больше свойств, если она оздоблена такими красивыми кристаллами. То есть когда человек вступает с ней взаимодействие, он вступает с электрическим полем этих упорядоченных идеальных кристаллов. Ну и, конечно же, лучшие друзья девушек — это бриллианты. То есть не только в том плане, что они красивы, а в том плане, что они, в общем-то, полезны для здоровья. Какое это отношение в масс-культуре? В огромном пласте фантастики много чего вращается вокруг кристаллов. Вот моя любимая игра StarCraft. Там кристаллы могут телепортировать, они могут накачивать всё, что угодно энергией и так далее. Из них делают оружие. И ещё недавно вышел фильм «Чужой завет», я к нему готовился. Я пересмотрел предыдущую часть «Прометей». И там есть такой момент, когда инопланетянин создаёт жизнь на Земле в самых первых кадрах. Он там становится на утёс, пьёт некую жидкость, распадается на молекулы, а потом из этих молекул появляется жизнь. Вот вы обратили внимание на то же самое, на что обратил внимание я? В общем, любите свои электроны, носите украшения, дарите девушкам алмазы, бриллианты и не болейте. У меня всё. Чао. Нет, всё-таки возьми и объясни, как электроны кристалла могут воздействовать на электроны организма. Электрическим полем. Смотри, белки, ДНК, молекулы, всё это можно кристаллизовать. У всего этого есть структура кристаллическая. То есть когда мы подносим к какому-то кристаллу, то есть они взаимодействуют своим полем, и тот кристалл, у которого больше упорядоченных атомов, например, алмаз или какой-то другой, или турмалин, что-то другое, он… Улучшал алмаз. Ну, хорошо, улучшал алмаз. Вот они зимодерцы пока не делают, если что. В общем, вот это поле упорядочивает положение электронов того, что подносится к кристаллу, и там становится лучше, потому что всё становится симметрично и красиво. То есть ты хочешь сказать то, что белки, которые имеют кристаллическую структуру, формируют из-за нас живые кристаллы? Ну, как бы, наверное, да. Можно так сказать. То есть вообще есть такая история, как открыли структуру молекулы ДНК. То есть в 1948 году Чарльз Франк, такой учёный, он объяснил, как растут кристаллы, он понял, что они растут по спирали. Вот эта статья попалась студенту, одному студенту на глаза, этого студента звали Джеймс Водсон, и вот он решил применить это к ДНК. И вот это считается, что это была одна из идей, то есть то, что растут кристаллы по спирали, и то, что наша ДНК, наш кирпичик жизни, он состоит из спиралей. То есть, ну да, наверное, живые кристаллы. Так, руки вопросам. Есть такой вопрос. Вы говорили про чудодейственные иконы. И такой вот обезонный вопрос. Лечат ли изображение хороших кристаллов? То есть кристаллы не все могут себе позволить, ровно как и бриллианты, а вот фотографию, вот это вот самое то. Ну, с изображением следующего. То есть изображение, где оно нанесено. Если оно нанесено на айфон, в общем, если оно есть на айфоне, то вот эта вот стекляшка, это тоже кристалл. То есть, в принципе, это уже сам по себе айфон, это хорошо. То есть вы можете его поднести, как бы, и вот он будет вас немножко лечить. Если это на бумаге, то бумага, она тоже состоялась в какой-то органике. Органика, она там, ну, тут тоже как-то может привести к кристаллической структуре. Ну, какие-то слабенькие свойства будут. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. То есть, смотрите, я как человек, который сходил на Чижой Завет, и там на этой планете инженеров, у них дома каменные. Не считай, не видите ли вы в этом подтверждение своей теории, то, что кристаллы помогают здоровью? О том, что они делали каменные дома, чтобы не это… Ну да, в камнях что есть, ну, вкрапление кристаллических и членых других минералов. Есть ли в этом какой-то глубинный смысл? Ну, мне скорее казалось глубинным смыслом, что у них была вот такая вот… У них была вот эта большая, не знаю, большая площадь, после которой выводился огромный кристалл, на который садился космический корабль. То есть, видите, они как бы даже поставили в центре своего города гигантский кристалл. Насчет зданий я не могу сказать. Меня там напрягло другой момент. Меня напрягло, как нейтрино смогло практически разрушить корабль, при том, что если бы корабль упал в нейтринную вспышку, с ним бы произошло ничего. Аналогичный вопрос был во время просмотра, так спасибо. Спасибо за спойлер чужих. Это совсем немножко. Скажите, пожалуйста, если непорядочного чиновника кристаллизовать, станет ли он порядочным? Ну, смотрите, в чем дело. То есть, как бы это же огромное количество различных… Ну, то есть, кристаллы — это огромное количество разных атомов, которые так расположены. Я думаю, можно сделать даже кристаллическую решетку из чиновников, то есть взять огромное количество этих непорядочных чиновников, как-то их кристаллизовать, они придут в какую-то более-менее похожую форму, и вот будет что-то, может быть, хорошее. Здравствуйте. А можете ли вы тогда сказать, что камни в почках или в желчном пузыре — это хорошо? Нет, камни в почках — это не очень хорошо, потому как они имеют довольно простенькую структуру. То есть, как бы, эта структура, она… Есть 230 видов кристаллифических групп, есть примитивные группы, очень простенькие, есть более сложные. Например, у алмаза самая сложная, одна из самых сложных групп. Поэтому алмаз крутой. А у простеньких камней, как бы, у них, возможно, даже нет какой-то симметрии, то есть, ну, или она есть очень простенькая, поэтому они что-то хорошее делать не будут, скорее они будут просто забивать там, ну, то, что они забивают, когда выходят. Здравствуйте. Вот в последнее время вокруг нас очень много электроники. Если электроны обладают разумом, можно ли считать, что с помощью гаджетов мы таким образом общаемся с электронами? Ну, можно так сказать, но мы не знаем этого языка. То есть, можно пообщаться с китайцем, к примеру. Он тоже использует рот, он использует тоже там для передачи информации колебания воздуха, но при этом, ну, у меня есть коллеги китайцев, когда они говорят, что по-китайски я не понимаю. То есть, ну, можно сказать, что мы общаемся. У меня был коллега, который рассказывал анекдоты на английском, он говорил с очень таким китайским акцентом, я ничего не понимал, но он начал смеяться, он так смеялся добродушно, что мне становилось тоже смешно, я смеялся, и он думал, что я понимаю, и мы так коммуницировали. Здравствуйте, а полезен ли прием кристаллов внутрь? Я про это читал, то есть, пытаются даже лечить ряд болезней, я не могу сейчас сказать, чтобы не ошибиться, кристаллическими белками. То есть, белки кристаллизируют, потом человек принимает их внутрь, и, в общем-то, ему становится хорошо. Выпить, наверное, кристалл все-таки это будет перебор, то есть, слишком много хорошего будет, и человек, наверное, этого не выдержит. Здравствуйте, вы связали ДНК, спираль, да, с кристаллом? С ростом кристаллов. С ростом кристаллов, да, вопрос такой, а кристаллы растут по спирали всегда в одну сторону, или встречаются кристаллы, растущие в другую сторону? Ну, это называется хиральность, как бы, в другую сторону растут. Да, и, собственно, есть ли объяснение, почему кристаллы растут по спирали? То есть, этому объяснению какое? Они растут по спирали, потому что так энергетически выгодно. То есть, вот тот же ученый Франк, который определил этот способ, он пытался, он проводил несколько экспериментов, он считал, что будет, если они будут просто наслаиваться, как вот в Тетрисе кидаются новые кубики, что будет, если они будут как дома, например, строиться. И он посмотрел, что будет удобнее всего, если будет оставаться какой-то вот с краю, будет оставаться какая-то ложбинка, куда новый атом не будет ложиться, то есть, но эта ложбинка будет использована за счет того, что он будет разворачиваться, как бы, то есть, и вот они будут так потихонечку-потихонечку вращаться по спирали. То есть, это все, ну, там, к киногатической выгоде сводится. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Вы сказали, что чакры — это места, в которых, ну, от электрического поля организма отделяются электроны. По каким причинам они отделяются именно в этих местах? Нет, они не отделяются. Они, ну, то есть, они сходят с тех обычных мест, на которых они находятся, и поэтому там поле отличается от поля остального организма. Ну, по-видимому, это те органы, которые наиболее важны. То есть, я показал голова, вот грудь и, там, другие части тела. То есть, поэтому они наиболее уязвимы, то есть, их надо как-то защищать. Есть ли еще вопросы? Вот еще я вижу руку. Пошел, последний момент. Я всегда боюсь, что у меня какой-то суперкамерзный вопрос зададут. Скажите, когда Джабба Хат кристаллизовал Хана Соло, простите за спойлеры. Можно ли сказать, что он сделал это, чтобы ему стало лучше? Ну, смотрите, Хан Соло, когда человек замерзает, он же не стареет. То есть, это хорошо, это классно не стареть. Дариан Грей, например, пытался через какой-то сомнительный способ не стареть. А Хан Соло, он какое-то время провел, я не помню, какое власть вселенной, и он не постарел. А вот, например, Пинцесса Лея постарела за это время, а Хан Соло, и Хан Соло было нормально. Поэтому он так хорошо сохранился для того, чтобы сниматься в продолжениях новых фильмов. Спойлеров больше не будет? Тогда поблагодарим Олега. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!